Самых умелых и трудолюбивых наградили в Свердловской области. В резиденции губернатора чествовали победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства проекта «Славим человека труда», среди которых и жительницы Первоуральска. Подробнее Виталий Мотин. Мы шьем футболки из ткани лапша. Будет костюм, шортики и футболка. Так проходит один из рабочих дней Первоуральской швеи Алены Колчиной. Мастерица уже больше 30 лет шьет одежду. Рассказывает, два года назад решила проверить свои силы в конкурсе профмастерства «Славим человека труда». Заняла четвертое место. В этом году вновь подала заявку. Что-то там маленько подучила, посмотрела литературу, поспоминала там терминологию какую-то, технику безопасности. А шитье это твое, тоже все это знаешь. Технологию изготовления одежды от начала до конца. За звание лучшей швеи Свердловской области в этом году боролись 15 мастериц из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Каменско-Уральского и Первоуральска. Участницам за два часа нужно было сшить брюки-кюлоты по строгому техзаданию. Мы выточки уже стачали, заутужили, продублировали вход в карман. Мы сейчас будем настрачивать. Спустя три месяца эксперты подвели итоги. Победители и призеров конкурса профмастерства поздравляют в торжественной обстановке. Награждается Алена Владимировна Колчина, швея, город Первоуральска. Алена Колчина заняла третье место в номинации «Лучшая швея». Говоря о своем выступлении, подчеркивает одно. Главное – верить в свои силы. Ты как издана на велосипеде, раз сел и поехала. И тут тоже самые руки все знают, ум все помнит, если ты это знал. Ну, какие планы на будущее? Так же себе шить, так же обшивать своих знакомых, друзей. Ну и работать, работать и работать. В проекте «Славим человека труда» в этом году было 12 номинаций. Наград и призов удостоились лучшие работники сферы кулинарии, медицины, общественного транспорта, сельского хозяйства и других. На 12 площадках проходили отборочные соревнования. И сегодня мы в этом зале участвуем действительно наших передовиков, действительно нашу элиту, которая заслужила носить это высокое звание. Как говорят организаторы конкурса, единственная и главная задача проекта – популяризировать рабочие профессии, а также поощрить трудолюбивых, талантливых и преданных делу людей. Виталий Мотин, Денис Хромцов, Новости Первоуральск.